Настало время окунуться в историю нашего города. Добрый день, это историческая программа, сделанная в Вятке. У микрофона Владимир Сметанин, и я приветствую по традиции Евгения Питонина, историка, кровеведа, руководителя музея Вятского государственного университета. Евгений Альбертович, добрый день и с наступающим. Здравствуйте, товарищи, аналогично с наступающим. Только что вы рассказывали, что у меня обращение 1964 года тогда. Елочку живой приобрели, товарищи. Елочку приобрели, вы сказали. Да, 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 живое удивление. То есть такая традиция, что у меня с самого детства были всегда живые елки. Я не привык к искусственным. Вот вчера еду, и вдруг случайно вижу на Карла Маркса елки, купил, поставил великолепную елку. Интересно, у меня игрушки. Вот как раз в 1964 году была дружба с Итаем, и на фоне вот таких серых советских товаров были и тайские. Но это сейчас, это вроде там третий сорт, это елочные игрушки. Они были великолепнейшие. Вот в том же 1964-м, это были шари и тончайшие работы, были и фигуры на прищепках, зверушки там разные. Вот они, по-моему, непревзойденные нигде в Европах и где-то, тем более у нас, ничего подобного такой тонкой работы не делали. Выгодно отличались, в общем, китайские елочные игрушки. У меня сохранились, но сейчас самые ценные уже воспоминания, особенно когда детство с ними связаны, то я даже не вешаю, ибо тут опасности подстерегают разные. А ты под елками ходят, и все. Но тем не менее, у меня елка всегда антикварная, и огонь им гирлянда 59-го года. То есть это первый мой, был Новый год в жизни, вот они были куплены и до сих пор функционируют. Это вот, если представить, то сейчас помните и автомобильные лампочки, фары вкручиваются. С резьбой такая маленькая лампочка. Это вот и покрашенная ярким лаком, наверное, цапом лаком. И вот просто винтовая резьба, вот эта гирлянда, она удивилась. Интересно. А, кстати, Евгений Альбертович, да, некоторые гирьеровские издания накануне Нового года публикуют подборки фотографий, как выглядел Киров в Новый год, такой-то много-много лет назад. У вас ведь тоже, наверняка, есть, да, эти фотографии? Есть, конечно, подборки, и театральные площади. И вот интересно, тут инерция, видимо, идет, что если передача происходит зимой, то, естественно, воспринимается зимний город. Ежели летом, то думаешь, как там по травке бегали, дворы, сирень цвела. Вот зима, особенно предновогодней. Я помню, что 63-й год встречали с Дымковской игрушкой, вот это 64-й, чем я не посмотрел, но это элементарно. Это можно зайти на сайт Одноклассники, найти страничку «Вятка фото-видеоархив», и там есть раздел «Театральная площадь», там почти по каждому, да практически по каждому году есть фотографии городка на Театральной площади. То есть, что строилось на Театральной к Новому году? Если сейчас горы из фанеры, то тогда были еще больше, огромные были снежные горы, но это все знают, все помнят. Вот можно посмотреть, что было в 64-м году. Ну вот, пожалуйста, заходите. Зимы были морозными, снег был, белый яр, машин было мало, поэтому во дворах резвилась детвора. Вот у нас была горка. Вот знаете, столько детей было во дворе, ну, скажем, угол Маплина, Театрский проспект, вот эти Хрущевки, напротив сельхозакадемии, нынешний. На гор, невозможно было зимой просто так попасть, там всегда очередь стояла с сантами или с фанерками. А горки были деревянные, то есть, где-то перед Новым годом, уже вот в ту пору завозили, видимо, ну, не стройматериалы, называлось, завозили стройматериалы, доски, и просто складывали во дворе. И поэтому выходили энтузиасты, мужички из местных таможих подъездов. Отцы, отцы детей, да? Отцы, и они строили, они с молотками, с гвоздями, они строили эту горку, заливали ее, потом, конечно, покупали там портвейн, обычно отогревались, но тем не менее, вот эти гор, и они практически в каждом дворе были. И сейчас, ну, это были большие гор, и там уже, конечно, надо было и подняться по лесен, и все. А нынешние горки, ну, даже я бы был, если бы, там, пятилетним ребенком, меня бы они уже не впечатлили. Там масштабы не те, масштабы. Да и дети, дворы стали парковками, эти чисто номинальные детские городки, чтобы так вот та самая малышня поползла. Ну, вообще, вот, конечно, я подумал, перенесемся в 64-й год, и... Да, давайте сейчас. У нас сегодня, да, 64-й год. 64-й год. Зима бы порадовала вот этим чистым снегом, зимы были морозными, вот, улицы еще солью практически не посыпались, то есть... А песком? Кругом были белые сугробы, кругом были дымы. Песка тоже не было. Песка тоже не было. Ну, машин было мало, и... Нецелесообразно было, да, в общем-то. Да, вот если посыпались центральные, а так вот практически и не упротывали в лед снег тогда, и белые, даже на фотографиях белые дороги, вот, дымы печные, запах вот этих печных дымов, кругом стоит отойти от центра деревянные дома, отопились печки, было так уютненько. Ну, а с другой стороны, если бы вы были жителем 64-го года, ну, бросилось бы в глаза, что, конечно, масса кругом, даже в центре подвалах, в полуподвалах люди жили вот ниже уровня земли, вот стоило свернуть, вот, где нынешний сейчас открывшийся после ремонта художественный музей, вот, идти вот по этой улице... И там сразу были, и особенно на правой стороне глубочайшие, и были подземелья, и там ниже вот тутаров жили люди, вот. Вот, ну, тем не менее, и, конечно, вот, давайте представим, утром одеваться на работу, вот, прозвучало радио, радиоточка была проводная, это в 6 утра она начинала орать, выполнять функцию. С гимна, это ассоциальная ловость, да? Все просыпались, и начали, в чем ходили в 64-м году в Ирове, перед Новым годом, надо было, конечно, проснуться зубным порошком, пасты еще не было, был зубной порошок такой, или в жестяных, или в картонных коробочках, который, видимо, наверное, портил зубы абразивным действием, надо было этим зубным порошком почистить зубы и одеваться. Ну, не скажите, и сейчас можно зубной порошок продолжить. Порошок, ну, это другое тогда, это просто толченый мел, и, вот, надо было одеваться, на вас бы, скорее всего, были бы такие семейные сатиновые черные трусы, реже синие. Ну, на нас, если мы мужчины. Да, если мужчины, а про женщины это отдельный разговор. А, скорее всего, кальсоны сейчас уже забытое явление, ну, разве что, там, для армии, для рота, там, а тогда поголовно все носили такие голубые, розовые. Зеленые, светло-зеленые кальсоны от костюм, надо было одеть, ну, брюки, джинсы еще, конечно, да и названия джинсы не было, были техасы, это холщовые штаны с двойными швами назывались, а-ля джинсы назывались техасы. Ну, синий в ответ. И первое, чтобы у вас стало напрягать, это то, что у вас штаны были не на молнии, а то, что надо было их застегивать на пуговицы. Вот, в 64-м еще до такого прогресса не доходили. Вот, надо было одевать какую-то рубашку, пиджак. Вот, в ту пору уже, конечно, стала просачиваться синтетика, это была очень противная, ранняя синтетика, которая электризовалась, вот, невозможно было в ней ходить, ну, конечно. Тело отторгало. Потом, выходя на улицу, ну, ботинки, сейчас бы они показались дубовыми, не гнущимися на подошву, а если вы были пенсионером, то вы одевали, прощая молодость, эти войлочные боты на молнии были. Вот, и скорее всего, у вас было бы такое тяжеленное, длинное, зимнее пальто из тяжелого драпа с плечами, подложенными ватой, и руки, вот, невозможно, наверное, было самолетикам сделать. И меховой воротничок, там, ну, в лучшем случае, из овчины такой, довольно потертые шапки, скорее всего, искусственные, либо роличие. Вот, и вы быстро, бодро, значит, завтракали и дули на троллейбус, чтобы на завод попасть. Успеть на рабочую место. Про женщин, конечно, это отдельная тема, это вот хэбэшные чулки. И утром надо было, а лгота еще не было, дошел, говорит, а вот и туалетная бумага еще через 4 года появится в СССР, только в 68-м году. Поэтому у вас там в хрущевке, в ваших удобствах, конечно, была нарезанная квадратиками газета «Правда». Ну, женщины, ну, тут уже были приятные мгновения, то есть надо было либо пояс такой одевать и резинками пристегивать чулки, что, в принципе, даже звучало как-то, либо просто такую подвязку, это резинка была, которая, поверчу, по ноге одевалась. В принципе, это даже эротично смотрелось. Но если, например, слишком сильное обтягивающее платье, то вот эти резинки, и они сзади, и спереди были, они очень рельефно поступали. Так, я напоминаю, да, что... 64-й год. Да, мы поэтапно с Евгением Альбертовичем движемся, и те года, о которых мы раньше говорили, то есть начиная сразу после войны, да, то есть 56-й, 56-й, ой, простите, 46-й, 7-й, 8-й и так далее, это все в нашем архиве можно найти на сайте fkirovo.ru. Аудио, видеозаписи, пожалуйста. Ну, а сегодня 1964-й. Ну, я про женщин еще, чтобы не только у меня акцент был на нижнем белье, были короткие, довольно короткие, зимние. Про более приличные шарты. С меховым воротником, в отличие от мужских, были песцовые воротники, а вот шапки в меховые в 64-м еще практически не вошли в обиход, носили либо козьи или пуховые платочки, там, это вот шарли, либо вязаные беретки, вот. А у мужичков еще был, в 64-м не выветрился писк хрущевской эпохи, это такая ракулевая, либо овчинная зимняя шапка пирожок, так далее, одевалась. Пирожок. А детей возили на санках, сейчас вот я не встречаю, зимой, по-моему, все равно на полясках, на санках уже немного. Ну, не так, наверное, распространено, да, как в советское время, но есть, но что-то в санках. Везут его, он там еще досыпает по дороге, а его везут все равно. Ну, это ладно, это все можно было пережить, и одежду, рацион бы понравился, конечно, натуральные продукты, ну, если бы что-то нашли, конечно. А в 64-м уже большая проблема. Да, дефицит в самом разгаре был. И все, ну, наверное, много тут было факторов, вот эта ужасная медицина 64-го года, когда в школах еще были, знаете, эти бормашинки педальные, когда они едва вертелись там 33 оборота в минуту. Да, бормашина. Да, бормашина. И вот сидела эта врач-стоматолог, она ногой на швейной машине топала эту педаль, и вот у нее едва-едва с таким ужасным скрыжающим звуком, эта бормашина педальная. Это вот в 64-м году-то и были, вот, лечили и пломбу бы вам какую-нибудь, эту оловянную там амальгаму или свинцовую, и, ну, много, и информационный-то голод вот для нынешнего человека, конечно, вот величайшая проблема была бы. Вот откуда, вот откуда боязнь стоматологов, да, это, видимо, в кровь воспоминания вот так вот попали. Да, советские стоматологи. Ну, давайте приблизимся, что же у нас вообще в 64-м году. Ой, год-то, какой год событий. Кроме Ирова, наверное, всюду все это крутилось, свертелось, бесилось, менялось, а у нас все вот ощущение было, что в городе уши прижали, сидели, ждали. А что ж дальше будет, чего ж от этой жизни ждать. Евгений, я говорю, сейчас, по-моему, такая же ситуация, извините. Я говорю, тоже многие сейчас сидят, ждут, думают, боятся, что же дальше это будет. 55 лет прошло. Может быть, но нынешний год больше сравнивают с 90-ми. С 90-ми говорят, что вот 19-х, или 89-х, 90-х. Хорошо. На 64-м завершилось строительство Волго-Балтийского судоходного канала. Вот, а то сейчас этот Волго-Балтийский канал вспоминает. Волго-Балтийский. Ну вот, советские ученые завершили большой поход по ледяному куполу Антарктиды. Ну а тут американец какой-то вот на днях буквально пешком перебежал Антарктиду-то. Так что, вот и поодиночке. Это же не факт, что рекорд. Конечно, без войн тоже не обходилось. Вот, началась Американо-Вьетнамская война. Началась она, вот я посмотрел, конечно, с небольшого конфликта, похожего на конфликт, вот недавний, в Азовском море. Тоже там не поладили, видимо, что-то. Американский эсминец и вьетнамские торпедные тиран. Вот, и от этого конфликта, видимо, началась эспансия. Вот, война ни к чему хорошему не привела. А убитыми американцы потеряли 58 тысяч человек. А все это было с 64-го года. Вот. В Англии состоялась премьера третьего фильма об агенте 07 Джеймс Бонд. Вот кто у нас знал в ту пору, что... Какой-то агент этот, у нас, наверное, этот шпион пришедший. Или с Россией, с любовью, не помню, что... А, тоже не припомню, да. Так, еще о чем отметиться в международном плане. Ну, в 64-м, в седьмую годовщину запуска первого искусственного спутника Земли, в Москве, недалеко от главного входа, в ДНХ был открыт знаменитый монумент покорителем космоса. Вот сейчас он до сих пор... Который, да, находится там до сих пор, да. Скоро говорят, что у этого монумента... Так, вот раньше у нас пограничники у фонтана будут собираться в день осмонавти и поддаты осмонавты в стафанрах и общаться между собой. Ну, это каждый год обещают, но почему-то ни разу не состоялось. Ну, события года, конечно, нельзя не сказать, что в то и открылись знаменитые Олимпийские летние игры, где, почему знаменитые советские спортсмены завоевали 96 медалей, 30 золотых, 31 серебро и 35 бронзовых медалей. В общем, триумфальное выступление советской Олимпийской сборной. В СССР еще на уровне гремел, на заводе, который назывался МЗМА, позднее АЗЛА. Было начато производство автомобиля Москвич 408, вот 408 они еще ездят. Ну, это уже такой современный москвич, помните, в «Ино бриллиантовая рука», позднее было сказано. И на этот клад я купил себе новый автомобиль, Москвич 408, вот этот вот автомобиль. Ну, неспроста, наверное, какая-то образа появилась в фильме, да. Ну, не могу я обойтись без близ Эмни темы. Впервые в 64-м году появились хиппи в Сан-Франциско. Вот, это слово придумал, ну, кто же придумает, кроме журналист, не и Майк Феллон. Вот, наверное, сидел вот так же на радиостанции и придумал слово хиппи. Оговорился, может быть, может, хотел сказать хиппи? Нет, 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 это специальный был термин, которым в словаре афроамериканского сленга переводился хиппи. Утонченный, независимый, мудрый, модный, храбрый человек, который всегда на чепку. В начале это слово обозначало последователей битников, которые уже в 64-м году стали выходить как стиляги у нас в тираж. И поэтому хиппи в 64-м, кто знал, кругом в мире уже были другие веяния. Сейчас мы еще посмотрим, что у нас пели и подо что плясали в ирре в 64-м году. У нас все было более коверно. В мире, вот в мире, что там, конечно, кроме битломании, что слушали, в 64-м году звучал гипер-мега популярным, даже не угадаете, что там было, это дуэт сестер-близняша Хидео Ицуио Ито, который назывался Дзапинс, которые пели знаменитый шлягер Аникулы Любви. У нас позже этот шлягер кто-то перепел под названием «Море, синего моря». «Море, синего моря». Это был этот знаменитый японский шлягер. Вторым шлягером мировым года была итальянская песня в исполнении «Литл Тони», «Когда увидишь мою девушку». А у нас не поверите, во что она трансформировалась. Да, русскоязычный вариант. Что за вариант? «Е-е-е-хали-гали». Третий хит был «Сербский» Джорджа Марьенович из кинофильма «Любовь и мода». «Маленькая девочка». У нас песня получила перепевку, тогда, конечно, никто там не считался. «Ночной Белград». Вот я не помню, что такое «Ночной Белград». Что же затруднялись так вспомнить композиции. Что у нас звучало из этих же радиоточек, которые гимном с утра будили и, не зная, почему вставали, то ли действительно звук мешал спать на полную катушку гимн, то ли просто под звук гимна надо было принимать вертикальное положение, поэтому уже держать дальше было нельзя. Вот что после гимна, что у нас звучало по радио, вот я даже посмотрел хит-парады, ну, когда хит-парадов слова не было, вот по опросу газеты «Советская культура». Ну, в 64-м году первое место у нас «Я шагаю по Москве». Юный, юный, Михалков, кто бы знал, что такой бесоболный из него вырастет. Второе место хорошая песня была на безымянной высоте, басная Матусовская. Военная тематика, да, важна. Ну, конечно, конец волюнтаризма, 64-й год, последний год Хрущева, да, убрали Хрущева, но об этом уж все писано, переписано, все буквально детально, по часам, по минутам, кто за, кто против, вот. И пришел там, как мы пели на мотив, опера была, но она, правда, 70-го года, «Jesus Christ Superstar», и тогда любили петь наш, Ильич наш, Ильич наш, дорогой Легнит Ильич. Но, кстати, добрейшей души был человек, вот недавно у него был день рождения, и я смотрел фотографии, старую подборку, то есть, 64-го года, какой-то он вот добрый, какой-то он вот харизматичный, улыбчивый. Открытый, притягивает к тебе внимание. Да, 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 были люди в наше время, не то что, и так далее, но оттепелью, оттепелью, но вот хрущевские маразмы, конечно, они были не только в том, что укурузу у нас в Афанасьевском районе сеяли, и когда выезжал респондент Ировской правды, и надо было ему это укурузное поле сфотографировать в северных районах, он просто ложился на землю и снизу вверх, вот на фоне. Что-то нам выше казалось. Да, получалось. А другие хрущевские маразмы, это, конечно, Ленинградский суд приговорил поэта Иосифа Бородского на пять лет трудовых лагерей за тунеядство. Да. В этом же году побывала легендарная Марлен Дитрих с гастролями у нас в СССР, вот об этом как раз вспоминал Садальский во вчерашнем своем блоге, как это приезжало. И из таких приятных вещей, что 1 сентября 1964 года в эфире телевидение впервые просвучала главная советская полыбельная «Спят, устала и кружки». Песню исполнил Олег Анофриев, то есть это утрата нынешнего года. Одна из них, вот «Спят, устала и кружки» у нас уже где-то были. Подождите, этого года? У нас были. Анофриев ушел из жизни в этом году, да? Вот недавно была передача, тут все ушедшие люди, очень много людей достойных в этом году, конечно, было. Ну, 64-й фотографии, Луны с близкого расстояния тогда, все-таки наши взлетали, не падали, не взрывались, вот Луну фотографировали. И не могу я, конечно, не сказать, что в 64-м году во всем мире началась битломания. Вот, в этом году битлы снялись в фильме Ричарда Лестера «Ночь трудного дня» «Харта знает». Для наших же, впоследствии битломанов, сейчас у нас срок тусов, это те, кому около 70-ти, вот именно хиты из «Ночи после трудного дня» стали, вообще, описали форму, образующую пластинку с нее. Начались очень многие биографии, без которых российская музыка второй половины 20-го века была. Да, просто бы немыслимо. А, кстати, у нас-то в Киров как битлы проникали? Записи? У нас очень много, во-первых, слушали голоса через шум глушилок. Прорывались сквозь эти глушилки. И политика мало волновала, но, тем не менее, слушали музыкальные передачи и тогда уже... Слушали, записывали, пытались это все. Во-вторых, там, ну, в 64-м году, не знаю, но были какие-то ругательные статьи в советской прессе, где вот, говорили, это волосатые бегают, прыгают, спачат, это скоро все пройдет. И это там залы рут, визжат, это все... Из-за этого образа эпидемиологического жизни, это все пройдет. Это вызывало интерес. Во-вторых, у нас в 64-м году уже много было магнитофонов. Уже выпускались доступные ламповые магнитофоны «Чайка», «Метта», «Яуза». Дорого стоили, конечно, больше ежемесячной зарплаты, но уже входили в обиход. Было иметь очень престижный магнитофон. Вот, и студенты учились в московских вузах. Они привозили. Они привозили, привозили. Или перезаписывали там в московских общагах пластин. И потом это была третья, пятая запись уже. Вот, поэтому слушали. Привозили, приезжали точно так же на каникулы к родителям. Да, в 64-м году уже на ребрах. Это уже было технически отстало производство пластина на ребрах. Ну, для нас главное событие, что вот все-таки после перемены Хрущева на Брежнево стало меняться и наше руководство в области. Поэтому Николай Паузин стал председателем Ировского облсполкома в 64-м году. Вот эта эпоха была практически паузена на протяжении всего Брежневского правления. Вот тандем такой. 70-е тоже. Да, 70-е, до начала 80-х. Тандем такой, беспало в паузе. Они правили областью. Хорошо или плохо. Но в целом-то... Во всем были плюсы, во всем были минусы. В целом-то народная-то молва о чем говорила? Об эпохе этих людей. Понимаете, вот время было так ровное. Вот в начале все было, всем все нравилось, потому что Хрущев, конечно, всех уже под занавес правления, всех достал этими сельскими и городскими обкомами, этими совнархозами, этой кукурузой, этим своим хамством во всем мире. И поэтому пришел такой ровный, спокойный человек. Вот ждали каких-то перемен, но поначалу Брежнев. И все-таки не было больше перепадов таких как-то. И я думаю, что и улучшение было снабжения. Ведь были в 64-м перебои с хлебом. Ведь в районах особенно... Невозможно было хлеб купить? Хлеб купить вообще не было. Если Иров еще более-менее, да и то там. Ну, вот, опять же, и промышленные товары тоже не купить. Очень было, опять же, воздействие Итая сказывалось. Кроме елочных игрушек, вот были такие очень яркие плащи или шубы Итайские. Вот они продавались и в Ирове, то есть это была синяя речневая плащовка, внутри мяг. Можно было отстернуть подклад, уносить плащ. Такой капюшон был, который на молнии расстегивался. Вот, я помню, родители вот именно Итайские, они долго жили. Действительно, Итайские товары, вот, времен Брежнева и Маат-Задуна. То есть тогда китайский продукт не ассоциировался с чем-то плохим, негативным, да? Да, однодневно. Тогда с Итаем еще дружили, позднее уже начались проблемы. И позднее тот знаменитый, а не тот, придумали в СССР. Да, недооценили мы с тобой Маат-Задуна сказал Брежнев Никсану и покатил тачку в противоположный конец лагеря. Так, у нас подошло время небольшой рекламы. Евгений Питонин, руководитель музея Авиатского госуниверситета. Сегодня очередная наша программа. Пробежимся, что жил в городе у нас. Да, Киров в 1964 году. Через полторы минуты мы вернемся. Евгений Питонин, руководитель музея Авиатского госуниверситета, историк Крайевед. Итак, мы сейчас перейдем к событиям 1964 года, которые связаны именно с нашим годом. Атмосферу такую дали, в общем, мировую, по Советскому Союзу в том числе. Да, в общем, вот в 1964 году светлое будущее у нас в Ирове начали строить с другим руководством. То есть пришел у нас новый председатель облсполкома. Я напомню, что это было второе лицо в области. Первый считался это. Первый считался это. У нас в Брежневе времена было Беспалов. Начали что-то там все менять. И менять даже, можно сказать, что к лучшему. В 1964 году население области составляло 1 миллион 815 тысяч человек. Сейчас, конечно, по моим данным, 1 миллион 292 человек. На полмиллиона меньше человек. Больше даже было. В основном, конечно, были и хорошие моменты. И в том же 1964 продолжалось селение, деревень, укрупнение поселков. То есть людей насильно свозили из каких-то уже привычных мест. Хотя под предлогом того, что там нет инфраструктуры. Ну, не хотели строить. И не на что было. То есть процесс укрупнения. И поэтому насильно селяли. Как селяли? Вначале убирали автобусное сообщение. Потом ликвидировали почту. Потом продукты не возят туда и так далее. Потом автобус. Потом вообще отрубали свет. Да, волей-неволей. И только самое с той ЭБАП. И они вот жили при иеросиновых лампах. Не хотели. Вот это тоже явление 1964 года. Было, тем не менее, в этом году 333 колхоза и 112 совхозов. Но вот я скажу, что изобилия не было в этом 64-м году. Продуктного в смысле, да? Нет. Вот те же были китовые консервы, грузов, початка. Вот потому что все еще были последствия этой великой авантюры, про которую мы уже который год рассказывали. Вот эти безумные заготовки мяса. Подогнать и перегнать Америку. Ну, решалась квартирная проблема. Конечно, в 64-м году это уже построены первые панельные дома. В том году начинали строить. Что это там? И на улице Чапаева, вот этот микрорайон назывался Вятские Черемушки. Сейчас это название забыли. Где точно географический Чапаева? Перекресток с чем? От Чапаева, от Воровского. От Воровского. А, от Воровского и на юг. Да, и по Горьково, и Чапаево. В сторону Некрасова. Там такой массив вот этих. Некрасова позднее начали строить. Первые дома. Но трудно сказать, что уж так вот хорошо и эпитально решали жилищную проблему. Все равно в 64-м году был великий дефицит квадратных метров. И даже вот у нас в школе учились мои одноклассники. Вы знаете, давали, например, семья из трех человек. И селили в квартиру двушку, но давали им всего лишь одну комнату большую. А во вторую вообще селили какую-то бабку. Видимо, дом ломали у нее и все. И вот это представить сейчас маленькая хрущевочка. Где-то это чужие люди на одной кухне. Ладно, там огромная, где можно было по коридорам длинным расползтись. И не сталкиваться. Да, когда в хрущевках-то и очень много вот так вот называлось с подселением жили. Ну, конечно, мы таким образом решали понять, как вот сейчас ремонт такого не было. Вообще практически дефицит был их-то нормальных строй, материалов для ремонта, поэтому... Что и обоих не было? Обои были дефициты. Обои даже в 70-е, 80-е были дефициты, я помню. Как просто было, я недавно говорил, это сейчас вот одно мучение. Ездишь неделю по Ирову от Базовой до Старого моста и смотришь, а тебе будет. А в СССР как там пришел, в какой-нибудь магазин строительный, выбросили тебя. Отстоял очередь, вывалили, взял что есть. Выбросили, напоминаю, в смысле выложили в продажу. А в 64-м году и обои-то это было явление такое, вообще, как туалетная бумага, наверное, недоступная. Поэтому во всех этих свежеполученных хрущевках еще белили стены, красили, в лучшем случае добавляли молоко, чтобы это не мазалось, потому что ничего не было. А то и так, беленые, вот вешали ковры под этими, не было химии какой-то, поэтому из деревянных домов, из полуподвалов, ну, с юзми. Но, пардон, это правда жизни, не могу без этого, это будет неправдиво сказать, что завозили клопов и таранок. Вот особенно, когда тенденция была вешать ковры, то вот под ними клопы-то и жирные красные клопы плодились. Это было довольно такое распространенное явление, а потом ночью они выползали и впивались в разобитанные не очень тела ировчан. Химии не было, вот, чтобы купить какую-то аэрозольку, там, типа, классическое средство, дуст, и попрызгать, да, какой-то дуст, или вообще был такой способ, что и бетком ходил там человек, и по периметру квартиры, по плинтусам, там, где могли. Ну, хорошее средство еще было, насколько я помню, в советское время, вымораживать это все дело, они же отрицательные. Не, ну, эти же ковры и одежду туда, на мороз. Ну, все равно, все равно, процесс, конечно, затормозился, ввода жилья в начале 60-х это было мощнее, вот, когда строился Октябрьский проспект. Сейчас эти районы, вот, видимо, там что-то сносили и все. И, с другой стороны, начали все-таки уже в 64-м ликвидировать отельные, которые портили весь вид города, которые создавали, да, это во дворах, вот, прямо в подвале было. Не, на дровах я имею в виду. На угле. А, на угле. Там, в том-то и дело, что этот уголь, выносили шлак, его вываливали прямо у подъезда, вот, вы, например, живете дом 4 подъезда, а у одного, вот, отельная, и у вас подъезд чистый такой относительно. А там не повезло, не повезло, и вот эти в 64-м стали ливидировать отельные, ну, видимо, начали переводить отопление жилых домов с пара на воду от ЭЦ-4, закрыли 15 отелей и закончили теплофикацию поселка Лепсе, вот. Ну, конечно, город за Октябрьским проспектом уже был такой довольно условный, там уже были слободки, микрорайоны, назывались не микрорайоны, а поселок, поселок Сильмаша, поселок, там, что там, хлебозавода еще, поселок УЦМ, вот, поселок ТЭС-4. И поэтому вот сейчас уже привычный такой, почти центр города, это парк у Дворца Пионеров, вроде он в Розгород, и тогда это была окраина, но вот именно в 64-м году он стал парком. В Ромболе деревянные дома, еще улица Попова была только зародыше, а вот этот реле-парк, и, конечно, уже была там и лыжная трасса, и, ну, наверное, автобусами можно было доехать, вот, хотя зимой носились на лыжах и возле будущего пруда, и будущего цирка, вот там был овраг, где протекал ручей, и вот этот реле-парк. Самое интересное, что... Деревня Соловьевская, да? Да, это Соловьевский был, а вот ни за что не догадаетесь, как назывался парк Дворца Пионеров, первое название официальное его. Да, не догадаюсь. Кто из радиослушателей помнит, а я напомню, что он назывался, он Погудинский. А, Погудинский. Название получил от деревни Погудины, которая раньше была на этой территории, ну, там деревни сохранялись, вот, и только в 68-м году парк было... Присвоено современное название. Какое современное название? Он же парк Дворца Пионеров. Парк у Дворца Пионеров. Да. Где у Дворца Пионеров? А Дворец Пионеров начали строить в 70-м году только. Да, да. Вот, честно говоря, вот как-то... Запутали, запутали. В детстве меня не носило в тот район, и очень интересно было бы посмотреть на этот парк. Он без Дворца Пионеров выглядел. Ну, и еще такое радостное событие. Больше, более 20 векторов, между прочим, до площади. Да. Да, у нас буквально полминуты... Радостное событие для нашего города в 64-м году, для Ироспо-педагогического института, который входит сейчас в состав Вятного ГДУ. КГПИ? Да. Был построен бассейн в 64-м. Бассейн пользовался популярным... На коммунистической? Да, да, да. На коммунистической. ликвидировали, переносили поэтому бассейн ПЕТ-института он и сейчас работает ну и конечно тут видимо хоть и волюнтаризм, со стойнией начался люди трудились, планы перевыполнялись например, коллектив Ржевина обувного комбината имени Ленина в 64 году дал около 50 тысяч пар обуви сверх плана вот посмотреть бы на эту обувь, я надеюсь, что это не армейские сапоги ну вот я не исключаю, что это не наоборот заказ ну конечно были и местные проблемы например, коллектив ТС-4 жаловался, что с наступлением морозов нет размораживающего оборудования для вагонов, которые обещали сделать только через два года поэтому вагоны для погрузки торов подаются с большими переменами, но тогда никто не мог допустить, чтобы город замерз тем не менее, отельный выходил ну и конечно были и новогодние фильмы всегда смотрели телевизор уже вошел в обиход хотя была всего одна программа и самые легендарные фильмы из 64-го года это морозка конечно, кстати, была немая это черно-белая немая ино морозка по-моему, 28-го года вот, это гениально это, наверное, гениальная сказка мне делали морозка вот шел он в смене еще одно гениальное ино 64-го года это сказка о потерянном времени это мультфильм шайбу-шайбу это очень хорошая военная ино жаворонок танк Т-34 угнали военно-пленные ездили по Германии вот я думаю нынешнее ино Т-34 вот сопоставьте жаворонок 64-го года и вот то, что сейчас выходит на экран Т-34 вы почувствуете разницу жаворонок это гениальное ино и мое любимое ино это мальчиш и бальчиш с обаятельнейшим плохишом с которым всегда я находил что-то общее спасибо на этом мы завершаем сегодняшнюю программу сделанную в Вятке в следующем году мы в школу пойдем 65-го да, в новом году мы продолжим рассказывать еще раз напоминаю что весь архив передач есть на нашем канале в YouTube на сайтах кирова.ру слушайте, переслушивайте еще раз с наступающим новым годом говорят, что в жизни заканчивается все кроме воспоминаний вот вы попробуете вот еще раз зайти одноклассник в фото в виде архив там все гор ледяные на площади вы просто погрузитесь в этот чудесный мир воспоминаний это все было вот в том числе в 64-м году спасибо Евгения Петонина руководитель музея Вятского госуниверситета до свидания